Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим обоснование рациональных параметров рабочего процесса тестоделительных машин. Влияние соотношения характерных объемов тестоделителя на степень механической проработки теста было рассмотрено в теории тестоделительных машин. В зависимости от кратности обжатия теста КН' в делительных машинах оно подвергается различному механическому воздействию, заключающемуся в механическом перемешивании и многократном сжатии теста до определенного давления. Величина давления существенно влияет на точность деления и качественные показатели теста. Известно, что с увеличением рабочего давления повышается точность работы делителя, но когда она превысит определенное значение, то произойдет нежелательное изменение структуры теста, ухудшение его свойств. Б.А. Николаев обратил внимание на то, что механическая обработка существенно влияет на упруго-вязкие свойства теста, способствует на определенной стадии улучшению структуры пористости и даже влияет на цвет мякиша. Усиленная механическая обработка теста способствует повышению газообразующей и газоудерживающей способности теста, а следовательно и повышению качества хлеба. К.Н. Чижова отмечала в ряде работ, что механическое удаление углекислоты из теста перед его разделкой способствует увеличению объема хлеба, повышению пористости и осветлению мякиша. Для улучшения поведения теста при различных давлениях были проведены исследования на специальной установке. Установка представляла собой цилиндр со сплошным дном. Внутри цилиндра помещали испытуемое тесто, закрывали его поршнем и сжимали с помощью винтового пресса. Для выпуска воздуха, попавшего в цилиндр с тестом, на боковой поверхности цилиндра были вмонтированы пробки. Давление в цилиндре измеряли с помощью манометра, соединенного трубкой с тестовой камерой. Трубку заполняли солидолом. Для опыта выбрали тесто заводского приготовления из муки первого сорта, приготовленного по рецептуре нарезного батона. Влажность теста составляла 42%, кислотность 3%, а также по рецептуре батончиков к чаю при влажности 40,4% и кислотности 3 градуса. В рецептуре последнего теста содержалось сахара 10% и сливочного масла 8%. Тесто подвергали сжатию в описанной установке от 0,5 до 10 умножить на 10 в минус 5 паскаль. Отдельно проводили десятикратное сжатие теста до 0,5 на 10 в минус 5, 2 на 10 в минус 5 и 5 на 10 в минус 5 паскаль. От опрессованной массы отделяли три заготовки по 440 грамм, которые затем округляли, закатывали, растаивали и выпекали в виде батона на заводском оборудовании. Параллельно проводили контрольные опыты без сжатия теста. Этими опытами было установлено, что с увеличением давления на тесто при его делении во всех случаях увеличивался объем хлеба в среднем на 10%. Заметно улучшалась пористость. На основании этих опытов Тихомиров и Тульский пришли к выводу, что повышение давления в камерах тестоделительных машин до 3, 10 на 10 в пятый паскаль приводит к улучшению пористости хлеба и увеличению его объема. А поскольку увеличение давления способствует повышению точности деления, то следовательно в тестоделительных машинах целесообразно повышать давление до указанных пределов. Следовательно, при анализе опытов необходимо учитывать методику проведения опытов и приема оценки влияния давления на поведение теста в расстойке и выпечке, а также степень его механической проработки на стадии замеса и разделки. На основании изложенного приходим к выводу, что для обоснования рабочих параметров следует разработать методику эксперимента и программу исследований, которая позволила бы установить рациональные параметры рабочего процесса для различных сортов теста. При этом наиболее важным показателем следует считать кинетику изменения объема и конечный объем готового изделия, а также вариации массы заготовок при допустимом колебании давления. Для выявления рациональных параметров рабочего процесса тестоделителя образцы теста заводского приготовления подвергали сжатию в экспериментальной камере. Затем заготовки с различной степенью обжатия округляли вручную и укладывали по 4 штуки в ряд на растойные доски, которые помещали в лабораторный растойный шкаф при температуре воздуха 34 градуса Цельсия и относительной влажностью 70%. Через каждые 10 минут измеряли высоту и средний диаметр заготовок с помощью штангенциркуля. На графиках приведены кривые изменения диаметра и высоты заготовок после обжатия до различного давления. Тесто готовилось по рецептуре простого батона массой полкилограмма при влажности 42% и температуре 28 градусов Цельсия. Для получения исчерпывающей оценки роста заготовок необходимо знать изменение их объема в процессе растойки. Объем заготовок был рассчитан с помощью уравнения, которое представлено на экране. Уравнение D – это средний диаметр заготовки, определяемый как среднеарифметическое двух взаимно перпендикулярных замеров диаметра заготовки. H – высота заготовки, как и эффициент, учитывающий отклонение фактического объема от расчетного. Для теста пшеничного из муки первого сорта – К равно 1,09, для муки второго – К – 1,06. На рисунке, который вы сейчас видите на экране, представлены кривые изменения объема тестовых заготовок в расстойке после обжатия в камере до различных давлений. Здесь интересно отметить, что с повышением давления до 2 на 10 в пятый паскаль объем заготовок достигает максимального значения. При увеличении давления свыше 2 на 10 в пятый паскаль объем уменьшается, так же, как и при снижении давления. Таким образом, было установлено, что для теста, приготовленного по современной технологии, обжатие до 2 на 10 в пятый паскаль оказывает положительное влияние на стойку. Способствует укреплению структуры теста и его газоудерживающей способности. Высота заготовок была максимальной после сжатия теста до давления 5 на 10 в пятый паскаль, но при этом диаметр и объем оставались меньшими. Последнее свидетельствует о том, что структура теста продолжала укрепляться, но образующиеся газы не в силах были растянуть его до нужного объема. При давлении 2 на 10 в пятый паскаль высота заготовок была минимальной, а диаметр и объем близки к максимальному. Исходя из этих опытов, область рациональных параметров рабочего давления делителя ограничивается от 1 до 2 на 10 в пятый паскаль. Аналогичные результаты были получены для пшеничного теста из муки второго сорта. Проведенные исследования позволили установить факт положительного влияния давления на укрепление структуры теста и установить область рациональных значений давления. Для уточнения влияния рабочего давления в мерной камере на точность деления проведем расчет допустимых колебаний давления. Для расчета возьмем тесто пшеничное из муки первого сорта. Относительная погрешность массы заготовки при изменении давления от p1 до p2 определяется по уравнению, представленному на экране. Расшифровка обозначений входящих в формулу также представлена на экране. Из уравнения определим ρ2 при заданной величине погрешности. Уравнение представлено на экране. Пусть дельта равно полтора, а p 10 в пятый паскаль. По диаграмме, которую вы сейчас видите на экране, определим ρ1 1,174 тысячных на 10 в третий килограмм на метр в кубе и произведем подстановку уравнение. Найдем ρ2 1,195 тысячных на 10 в третий килограмм на кубометр. По нему по кривой состоянии определим p2 1,5 на 10 в пятый паскаль. Из расчета следует, что при рабочем давлении 10 в пятый паскаль колебание давления в 0,5 на 10 в пятый паскаль приводит к максимальной погрешности массы заготовки не превышающих полтора процента. А при рабочем давлении 2 на 10 в пятый паскаль аналогичные колебания вызовут погрешность массы 1,24 процента. Из приведенных расчетов следует, что при указанных колебаниях рабочего давления в камере тестоделителя в области от 10 в пятых до 2 на 10 в пятый паскаль погрешность меньше допустимых норм в обоих случаях. Настоящее исследование и расчеты позволили установить область рационального давления в рабочей камере тестоделителя в пределах от 1 до 2 на 10 в пятый паскаль. Однако при выборе рационального значения рабочего давления тестоделителя необходимо учитывать тот факт, что при снижении рабочего давления от 2 до 1 на 10 в пятый паскаль достигается лучшая комбинация показателей качества теста. Снижается мощность приводного электродвигателя и расход энергии примерно на 30 процентов. Почти в два раза уменьшаются максимальные нагрузки на все подвижные элементы машины. Значительно повышается долговечность и безотказность работы делителей. Интенсивность проработки теста в делителе кроме рабочего давления характеризуется кратностью обжатия теста в рабочей камере К4' и в сильной степени зависит от конструкции нагнетателя и совершенства рабочего процесса. Чем больше кратность обжатия теста, тем больше расходуются энергии, но улучшается однородность и пластичность теста. Ориентировочное значение К4' при интенсивно действующем нагнетателе лопастном шнековом соответствует 5-6 единицам. А при неинтенсивном нагнетателе тихоходном волковом качающейся лопасти К4' близко к 10. Для уточнения значения К4' следует выполнить исследования, которые позволят уточнить значение К4 с учетом принятой конструкции нагнетателя и принятой схемы делителя. Далее рассмотрим экспериментальное определение точности работы теста делительных машин. Точность деления заготовок является одним из существенных показателей качества работы теста делителя. Определение точности работы теста делительных машин имеет конечной целью наладку и оценку их работы, сокращение производственных потерь при выпуске штучной продукции, обнаружение нарушений в рабочем процессе и технологии. После деления теста на куски оно подвергается целому ряду технологических операций, в результате которых изменяется масса, поэтому по массе готовых изделий трудно установить, на каком этапе или операции произошло ненормированное изменение массы. В соответствии с требованием ГОСТ, допустимые отклонения массы отдельных изделий определяются в конце технологического процесса по остывшим выпеченным изделиям. Максимальное отклонение массы 10 одновременно взвешенных изделий не должно превышать плюс-минус 2,5% номинальной массы, а отклонение одного изделия не более 3%. На основании анализа фактических показателей тестоделительных машин можно утверждать, что точность деления колеблется в пределах от 1,5 до 3%. По паспортным данным этот показатель не превышает 2,5%. Некоторыми исследователями выполнена большая работа по применению методов математической статистики для определения точности работы тестоделительных машин. На основании предложенной методики подобные работы проводились многими исследователями. Так, некоторые из них провели исследование точности работы тестоделителей с помощью математической статистики. На конкретных примерах они показали, что при увеличении точности работы тестоделителя от 2,5% до 1%, при той же расчетной массе заготовки уменьшается интервал варьирования, а на каждую тонну готовых изделий можно получить экономию муки около 1 кг. Возникает вопрос, а стоит ли повышать точность делителя, если на каждую тонну готовых изделий экономия муки составляет всего лишь 1 кг? Или может быть оставить все как есть и оставить точность работы 2,5%? Для оценки точности работы тестоделителя следует применять выборочный метод контроля, при котором измерениями охватывают только часть вырабатываемых изделий N, которая в совокупности должна достаточно надежно воспроизводить средние показатели всей выработки изделий за смену. Определение колебаний массы заготовок можно производить по величине среднеквадратичного отклонения выборки. Формула сейчас появилась на экране. При этом среднее арифметическое отклонение массы рассчитывается по формуле, в которой дельта g это g и t минус g нулевое, а g и t и g нулевое измеряемое, то есть текущее и нормальное или нулевое значение массы заготовки. g нулевое определяется по формуле, представленной на экране. Где y1 это фактический упёк, y2 усушка в процентах, g большое масса готового остывшего изделия в граммах. Статистически точность работы тестоделителя характеризуется коэффициентом вариации в процентах. Формула для его расчета представлена на экране. Определение погрешности массы изделий по выборке изделий n является приближенным и характеризуется предельной ошибкой выборки и средней ошибкой выборки, связанной с дельта зависимостью дельта тау мю, где t нормированное отклонение. Если распределение погрешности близко к нормальному закону распределения, то было экспериментально подтверждено, что i может быть определено с помощью интеграла вероятности. φ от t равно 0,389 е в степени минус t в квадрате пополам. И значения функции φ от t для t в пределах от 2 до 5 представлены в справочниках. Задаваясь вероятностью f от t 0,997 по таблице находим соответствующее ей значение нормированного отклонения t, которое равно 3. Это означает, что предельная ошибка выборки не должна превышать дельта равная 3 мю. На основании полученных величин определяем минимальное значение выборки по уравнению n равно t в квадрате сигма в квадрате деленное на дельта в квадрате. Для практического усвоения настоящей методики рассмотрим пример определения погрешности теста делителя HDF2M. Пределение ржано-пшеничного теста для хлеба украинского нового массы 1000 грамм. Среднее значение у пёка и усушки Y1 9,8, Y2 3,9%. Сначала определим нулевое значение массы, представлено на экране. В качестве значения генеральной совокупности n следует принять сменную выработку теста делителя, поскольку только в течение одной смены соблюдаются однотипные условия эксплуатации. Обслуживание производится одним и тем же персоналом без длительных остановок. Примем предельную ошибку сменной выработки дельта равная 3 грамма. Это будет означать, что средняя масса изделия в выработке не должна отклоняться от средней массы генеральной совокупности более чем на 3 грамма. Для определения количества изделий в выборке следует предварительно задаться ожидаемой величиной среднеквадратичного отклонения массы заготовки сигма, а затем в конце определения произвести контрольное определение nn. И если оно окажется больше расчетного, то количество измерений следует довести до nk. Пусть сигма равно 10, тогда n равно 3 в квадрате умножить на 10 в квадрате деленное на 3 в квадрате, то есть равна 100. Для простоты подсчетов примем n равно 101. Результаты измерений представлены в таблице, которую вы видите на экране. Произведя подсчеты, получим, что сигма дельта г равно 182 грамма, а сигма х минус дельта г в квадрате равно 3578. Среднее арифметическое отклонение массы заготовки 1,8 грамма. Округлив, получим 2 грамма. Средняя арифметическая масса заготовки определяется по уравнению, представленному на экране. Подставив наши данные, получим, что среднее г равно 1139 грамм. На первый взгляд может показаться, что делитель выдает заготовки с завышенной массой. Но в действительности это не так, поскольку на конечное значение массы готового изделия еще влияют упек и усушка, которые также являются переменными величинами и могут отклоняться в большую и меньшую сторону несинхронно с отклонениями массы после делителя. Среднеквадратичное отклонение массы заготовки 6 грамм. Коэффициент вариации V 0,53%. При статистической оценке погрешности получаются правилом 3 сигм, на основании которого полагают, что с вероятностью 0,997 случайная ошибка выборки по абсолютной величине не превосходит 3 сигм. На этом основании наибольшей возможной ошибкой выборки считают дельта 3 сигмы. В нашем случае дельта равно 18 грамм. Следовательно максимальная и минимальная масса единичной выборки будут соответственно равны 1119-1155 грамм. Эти расчеты удовлетворительно согласуются с фактическими замерами. Однако правило 3 сигма не носит абсолютного утверждения, что в выборке невозможны отклонения большие по абсолютному значению 3 сигм. При принятой вероятности 997 тысячных они могут встречаться в пределах трех случаев на тысячу измерений. Поскольку на практике погрешность работы тестоделителей определяется в процентах к нулевой массе, то указанные предельные отклонения равносильны точности деления 1,6%. Фактическая точность деления по приведенным замерам определится так. Система уравнений представлена на экране. Произведя подстановку получим, что дельта минимальная и дельта максимальная соответственно равны 1,06-1,76%. Наглядно колебание массы заготовок иллюстрируется кривое распределение, представленный на экране. Существует несколько методик проверки соответствия эмпирического ряда теоретическому распределению. Для этого пользуются критериями согласия Калмогорова, Пирсона и других. В некоторых работах доказано соответствие ряда выборки заготовок после делителя закону нормального распределения. И мы поэтому здесь не приводим расчета согласования. Однако следует отметить, что во всех опытах отмечены значительные колебания точек на кривой распределения массы заготовок при равенстве среднеквадратичных отклонений от кривой нормального распределения. В этом видео мы рассмотрели обоснование рациональных параметров процесса теста делительных машин, а также экспериментальное определение точности работы теста делительных машин. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Следующее видео про оборудование хлебопекарного производства обязательно последует. Поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.